А в тебе многое осталось от корейцев? Это необычные запахи. Что это значит? О-со-эл. Мог о-со-эл. Никогда не общался до этого с русскими? Были небольшие проблемы с законом. Знаю кей-поп, знаю исполнителей. Дитос очень популярен в Корее. Корейцы очень гордятся Виктором Цоэм. Первая любовь случилась здесь, в России. Я постоянно спрашивал у нее, а ты поелась сегодня? Простой русский парень, вот серьезно. Это проект «Мы и они», я его автор Мария Шахова. Мы с иностранцами продолжаем путешествовать по самой большой выставке «Форум Россия». И сегодня мы находимся в павильоне «Атом», где рассказывается об энергии будущего. Приходите сами и посмотрите этот павильон. Он невероятно интересный. Мин Гю Ким Корея Благодаря таланту билингва, одинаково хорошо говорит как на корейском, так и на русском. Переехал в деревню под Новосибирском в 13 лет, окончил там школу и поступил в Московский университет. Часто летает в Сеул, чтобы быть в курсе всех трендов и занимается дистрибьюцией корейского контента в Россию. Полюбил наши щи, но отказывается понимать голубцы. Зато в русских девушках разбирается прекрасно. Свою первую любовь встретил в России и с тех пор так и не заводил романтических отношений с кореянками. Мин Гю, ты родился в интернациональной семье. Твоя мама русская, папа кореец. И все свое детство ты, практически все свое детство ты провел в Корее. Расскажи, как это вообще было? Я провел, можно сказать, половину детства и в России, и в Корее. Я ходил и в русскую школу с первого класса, и в корейскую школу с первого класса. Поэтому у меня было такое двойное детство немножко. Это было очень интересно, потому что я мог разговаривать и с корейцами, с корейскими детьми, и чему-то у них учиться, и у русских тоже. А как твоя мама вообще оказалась в Корее, и как твои родители познакомились? Моя мама оказалась в Корее, когда она поехала на археологические расхопки. Первый раз где-то, наверное, в конце 80-х. И там осталось преподавать русский язык. И как они познакомились с отцом, у подруги мамы были небольшие проблемы с законом, а отец был ее юристом. В общем, они так встретились на встрече. Сама судьба просто их свела. И вот ты в 13 лет переезжаешь в Россию. Здесь у тебя жила бабушка. Да. Жила она и по-прежнему живет в Новосибирске, где-то недалеко от Новосибирска. Насколько тяжело тебе было в плане менталитета? То есть ты приехал, ты ведь, получается, никогда не общался до этого с русскими? Нет, общался. Я ходил в русскую школу с первого класса. А, в Корее. Да, так как мама лечилась периодически в России, я вместе с ней приезжал. И учился в русской школе, а потом уезжал обратно в Корею и учился в корейской школе. У меня не возникало особых проблем в общении. И ты можешь рассказать о своих первых впечатлениях, когда ты только первый раз приехал с мамой в Россию? Что тебя удивило? Или ты совсем маленький был? Мне было 9 месяцев, поэтому не помню. Но давай в осознанном возрасте, когда ты впервые приехал. В осознанном возрасте мне очень понравилась природа. Потому что в Сеуле, ну, я жил как в мегаполисе, а тут я попадаю в место, где есть дача, цветочки, баня, огурцы свежие, которые почему-то можно сорвать и просто есть, а не в магазине купить. Это было удивительно. Ты в Корее никогда не видел как раз тут огурцы? Ну да, я в магазине покупал их. Так большинство подростков живет в Корее? Ну, я сейчас говорю не про подростковый возраст, а все-таки более маленький возраст. Ну, окей, так большинство детей живет в Корее. Они не знают, как растут огурцы, не видели никогда, там, не знаю, коров. Ну, маленькие дети могут, конечно, не знать. Но когда уже подрастают в школе... Часто в школах корейских есть экскурсии разные. Ну, все собираются, едут на автобусе куда-то из Сеула, и там показывают фермерские хозяйства, которые есть. Поэтому, ну, все это узнают. Просто я тогда не знал. Ты переехал в Россию в 13 лет к бабушке в небольшой поселок под Новосибирском. И пошел в школу. Какие отношения у тебя там складывались? Абсолютно обычные дружеские отношения с ребятами. Я там иногда рассказывал что-то про Корею им. Они какие-то свои истории рассказывали. Ну, было прикольно. А что спрашивали они про Корею? Они не спрашивали, это я им рассказывал. Насильно. Насильно, да. Очень люблю рассказывать про Корею. Они особо не интересовались. А что ты им рассказывал? Я рассказывал про еду, про культуру. Вот, например, что я люблю рассказывать. История про... Когда я ем со старшими. Когда я ем со старшими, хорошим тоном считается не брать столовые приборы до того, как их возьмет человек старше и первую ложку не съест. Вот. Но эти правила сейчас, они немножко размываются. Из-за того, что время идет, культура развивается. Но все равно многие обращают на это внимание. Вот такие вот штуки я рассказывал. Менгю, расскажи, ты первый раз на выставке? На этой? Да. Да, на этой выставке я первый раз. Мне тут очень нравится. Так хорошо сделано все. Да, мы находимся в павильоне «Атом». О, такое эхо здесь. Ты слышал сейчас? Мы находимся в павильоне «Атом» и конкретно на экспозиции «Время первых». Здесь на самом деле невероятно красиво. И дирижабль, и самолеты, и подводные лодки. Чего здесь только не встретить. Кажется, нужно будет прогуляться еще. Здравствуйте, а как вас зовут? Меня зовут Наталья. Расскажите нам, пожалуйста, о вашей экспозиции. Это уникальная экспозиционная зона под названием «Время первых». И она посвящена эпохе научно-технологического прорыва. Времени, когда наукой были вдохновлены не только ученые, но и писатели, поэты, архитекторы. И в целом все мировое сообщество. Конечно, центром, сердцем этого прорыва технологического становится изучение атомной энергии и покорение космических пространств. Как я уже сказала, это время мечтаний. Вы когда-нибудь мечтали прокатиться на 300-метровом дирижабле с ядерной установкой на борту? А вот ученые этого времени разрабатывали такой проект, и там должны были находиться библиотека, бассейн, ресторанты, неснокорт и многое другое. А может быть, вы когда-то мечтали полететь к другим звездам? И такой проект тоже был. Перед вами межзвездный летательный аппарат «Дедал», который должен... Времена не исключение. Он должен был быть построен на орбите Юпитера, представляете? И к 22 веку долететь до одной из ближайших нам звезд – Барнарда. В общем, главное не бояться мечтать и смотреть на мир, как можно шире. Конечно, неважно, воплощаются проекты или что-то не получается. Но это, конечно же, не повод не мечтать и не стремиться. А с кем лучше приходить? Абсолютно всем. Ну, конечно, детям будет очень интересно. Безусловно. Значит, нам точно понравится. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Мингю, на самом деле я не просто так привела тебя на эту экспозицию. Дело в том, что, как мне кажется, Корея за последние 50-60 лет тоже совершила достаточно такой большой технологический прорыв, просто невероятный какой-то скачок. И превратилась от одной из самых бедных стран в мире в одной из самых технологически развитых стран. Расскажи, как часто вообще ты там бываешь? Я бываю в Корее раз-два в год. Чаще всего езжу на выставки по работе, ознакомлюсь там с новыми потенциальными партнерами и продолжаю общение, уже вернувшись. Я часто летаю в Корею, чтобы не теряться из трендов, потому что очень быстро все меняется. Очень быстро люди любят что-то другое, что-то новое. И всегда интересно посмотреть, приехать через полгода, через год, посмотреть, что изменилось. А меняется, правда, все очень быстро. Ты занимаешься развитием своего контент-агентства? Что это вообще такое, если простым обычным языком? Контент-агентство, по сути, я помогаю издаться корейским производителям контента в России. Будь то музыканты, будь то издатели книжные. Ну, я больше с комиксами работаю, чем с книжками. Вот в последнее время я много думаю о мюзиклах, потому что в Корее очень неплохие мюзиклы. И в Корее они хорошо заходят, и на Бродвей они были. Поэтому вот хочу протестировать. Почему корейская кей-поп-культура получила такую большую популярность у нас здесь в России? Корейская кей-поп-культура уже давно в России, на самом деле. Я думаю, уже лет 15. Те, кто в этой сфере, те будут знать, что кей-поп был популярен совсем давно. Нынешняя популярность связана отчасти с тем, что на рынке появилась пустая зона. Многие компании ушли. И для корейских компаний это большая возможность завоевать рынок, который пустует. Я, конечно, не эксперт в этой сфере. Я, безусловно, видела и корейские фильмы, потому что они не раз номинировались на Оскар и получали этого Оскара. Я, конечно же, знаю кей-поп, знаю исполнителей, но про корейские комиксы, честно говоря, слышу впервые. Они тоже популярны здесь у нас? Да, конечно. Они называются манхва, если это печатная. Вебтун, если это диджитал формат, то есть который мы с телефона смотрим вертикально, листается тоже вертикально комикс. Там по составу контента это чуть-чуть более простой контент, чем мы считаем в японской манге. Чуть-чуть более простые эмоции испытываем, чуть-чуть более простые ситуации описываются. То есть это такой... Чаще всего это такой комик, чтобы вечером или во время ввели в метро почитать, расслабиться, провести время за таким вот контентом. А мама с тобой дома в основном на русском разговаривала? Да. Мама только на русском с вами разговаривала. А папа на корейском? А папа на корейском только. И ты, получается, сразу был таким билинговым? Да. Какой язык проще, на твой взгляд, выучить вообще иностранцу? Корейский или русский? Я не знаю. Я могу больше, наверное, про корейский здесь рассказать, потому что я его преподавал. Тут можно отталкиваться не просто от языка. Если человек очень любит математику, то ему будет легко выучить корейский язык. Корейский язык, он как математическая формула такая большая. Он складывается, как пазл. Поэтому там нужно просто выучить какое-то количество слов, какое-то количество грамматика, остальное все, оно само как бы складывается математически. А можешь на примере объяснить, потому что мне не очень понятно, что это значит? Хорошо. Вот есть глагол в инфинитивной форме «делать». Ну и таких глаголов, соответственно, много. В корейском языке работает так, что тебе нужно поставить окончания разного рода. Есть всякие-всякие разные-разные окончания. И когда ты к глаголу поставляешь это окончание, меняется смысл слова. Ну вот, например, ну не смысл слова, а как бы идея, которую ты хочешь привнести. Например, слово «есть». Есть. Есть. Я ставлю окончание И получается, я хочу есть. Я ставлю окончание будущего времени И получается, я буду есть. Если я ставлю окончание прошедшего времени «Оссойо». «Бог оссойо» получается. «Я ел». В общем, и там все вот как пазл, вот так складывается одно к другому. Порядок слов предложений никогда не меняется почти, как в русском языке. В русском языке можно все слова перемешать, и смысл останется такой же. А в корейском языке так не работает. Там всегда один порядок. Так, а в русский тогда, вот если корейский — это как математика, а русский тогда как что? По моим ощущениям, в русском языке он тоже достаточно такой математический, но много вещей, которые нужно просто почувствовать. Просто вот прочувствовать. Язык нужно в какой-то момент. Ну и нюансов тоже достаточно много. Всякие правила, жиши там и прочее. Это вот для русских очевидно, что жиши с и, да, но вот почему? Чего это запоминать вообще? Чередующиеся истории. Одна-две-эн, которые вообще тысяча правил на одну-две-эн. Да, непросто, непросто. Ну и в корейском языке тоже очень много сложных вещей. Но правильно ли я тебя понимаю, что корейский язык более логичный, чем русский? Это тоже от человека зависит. Но я не могу судить о языке, потому что я не профессионал на этом деле о русском языке. Про корейский могу сказать, что он очень логичный. Почему я у тебя спрашиваю? Я понимаю, что ты не профессионал. Просто ты, как человек-билинг, для меня это означает, что ты понимаешь оба менталитета, потому что язык отражает менталитет. И то, что корейский может вот так вот складываться и вот так вот раскладываться, как ты говоришь, как математика отражает, собственно, сущность всех корейцев. То есть вот они все очень структурные и логичные. А русский вот скорее, как ты говоришь, прочувствовать надо, вот понять. Такое есть. Русский язык очень, как это сказать, наполнен различными элементами. Французскими словами, итальянскими какими-то. И вот это смешение народов, оно делает русский язык очень красивым. Есть вообще российские производители контента, которые активно заходят в Корею? Есть такие производители контента. Например, недавно была новость про то, что «Мажор» будет переснят в Корее. Просто сделают заново сериал «Мажор» русский. Это очень круто. Я очень доволен таким результатом российских компаний. Также популярны музыкальные группы. «Витас» очень популярен в Корее. Ну, как и в Китае. «Чебурашка» и «Маша и Медведь» тоже являются. Прям дети смотрят. Да, дети смотрят. А как ты считаешь, есть ли возможности у российского контента для того, чтобы в будущем более активно выйти на корейский рынок? Я думаю, у русского контента есть большой потенциал для выхода на корейский рынок, потому что, по моему мнению, это вот только чисто мое мнение, корейцы тоже любят контент чувств. Не контент движения, как это снимается в Америке и на Западе, в остальных странах, когда мы в основном наблюдаем какие-то события, а больше любят испытывать, ну, какие-то, читать про какие-то чувства. Поэтому российский контент, вот с этой с точки зрения, может быть очень неуспешен в Корее. Потому что российская литература, это литература не активности каких-то, не движения, а литература все-таки про чувства. Как и русские люди, я думаю. Ну да. А что вообще корейцы знают о нас? На самом деле корейцы очень любят Россию и достаточно много знают. Вот, например, в Корее считается очень романтичным поездка от Владивостока до Москвы на поезде. Это прям такой мечта студента. Перед тем, как пойти в университет, проехаться по Транссибирской магистрали с друзьями. Много туров. Виктор Цой. Корейцы очень гордятся с Виктором Цойом, кстати. А какие-то стереотипы о нас что говорят? Ну, помимо холода. Про медведей они ничего не говорят? Интересно. Про медведей ни разу не слышал, кстати. Стереотипы. Единственное, холод. А шапки? Шапки-ушанки? Я еще слышала такое стереотип. Не знаю, насколько он стереотип. Ты мне сейчас расскажешь. О том, что для корейцев, особенно в учебных заведениях, то есть в школах, в университетах, очень важно одинаково выглядеть. Ну, то есть быть похожими друг на друга. Это правда так вообще? И здесь история в том, что в Корее культура заботы не о себе, а о других. И самовыражение там допускается. И это очень хорошо, если бы там не было бы самовыражения, не было бы певцов, актеров великих, которые там есть. А просто так, как всегда человек думает о другом, он может стараться как бы не понести ему каких-то неудобств. Поэтому может сложиться такое впечатление. А в России, по твоим ощущениям, какая культура? В России люди больше о себе думают. Поэтому более индивидуалистская такая культура. Мы, как русские, мы, как русские, поэтому немножко отличаемся корейцами. А когда ты переехал из Кореи, у тебя все-таки был же, получается, более корейский менталитет? Заботы о других или индивидуальный? Он у меня так и остался. Я думаю на двух языках и отношусь к людям тоже и как кореец, и как русский. С русскими я русский, скорее с корейцами кореец. Это удобненько. Да, это очень удобно, правда. Но в целом, ты больше стараешься заботиться о других или о себе? По ощущениям? Я стараюсь заботиться о других, но не забывать по себе. Но это классно, на самом деле, быть таким мультикультурным и понимать и тот менталитет, и этот, и быть вот таким вот мостиком. И, насколько я понимаю, этот мостик тебе очень как раз и помогает и в общении, и в работе в том числе. Да, конечно. Это очень полезный навык. Потому что я сейчас могу как русский человек общаться абсолютно нормально. И могу с другими русскими людьми так же спокойно общаться. Не все корейцы могут так работать. Они могут встать в ступор внезапно. Почему не понять, почему человек передо мной сидит именно в такой позе? Могут возникнуть вопросы. Я понимаю. Поэтому мне легче вести переговоры различные, общаться. А после того, как ты переехал в Москву, ты как часто ездишь к бабушке? Раз-два в год стараюсь ездить. Там в этом селе есть лес, который сажала еще моя бабушка. Он уже вырос, очень большой. И так как это лес в ручной посадке, там такие полосы. И получается, есть тропинки между елями. Очень красивые. И если я туда приезжаю зимой, там можно покататься на лыжах, пройтись под елочкой. И на природе это очень хорошо. Это очень приятно. А летом я туда не хожу, потому что там клещи. Хочу немного вернуться к образованию. Ты закончил университет здесь, в Москве. Но при этом у тебя много друзей в Корее. Вот здесь, в Москве, я думаю, для тебя тоже не секрет. Одной из самых популярных профессий на сегодняшний день является IT-специалист. Какие популярные профессии выбирают корейцы? В Корее тоже популярный IT-специалист, естественно. Если сравнивать, то в Корее чуть-чуть больше популярны более, как это сказать, более художественные специальности. Такие связанные с искусством, с музыкой. То есть это престижно. Есть много разных направлений в университетах, в отличие от России. И человек может учиться даже в художественной сфере на что он хочет. Поэтому такие вот различия есть. Очень престижным считается физкультурный университет, поступить. Почему? Ну, потому что здоровье это важно. Эти люди потом тренируют других людей, как бы помогают им быть здоровыми или становятся спортсменами и защищают интересы страны на международных каких-то соревнованиях. Вау! Вот это сейчас реально открытие. То есть если ты отучился и условно ты тренер по фитнесу, то это супер престижно? Ну да, в этом ничего зазорного нет. Нет, как бы это хорошо, что ты тренируешь людей. А если ты еще и блогер какой-нибудь вместе с этим, так вообще супер круто. Я так понимаю, все, что связано с искусством, популярно как раз таки потому, что кей-поп сейчас просто шагает по миру, завоевывая все большее количество сердец. Да, конечно, нужно много специалистов, чтобы обеспечивать эту сферу. А вот в России немножко не хватает таких специалистов, которые бы разбирались хорошо в корейском контенте. Вообще, в принципе, в азиатском контенте. Но вот именно в корейском меньше всего разбираются люди, потому что японский и китайский, он уже более глубоко проник в Россию. Это плохо, потому что русские компании, не разбираясь, могут купить что-то неподходящее для русских людей, могут купить то, что именно в текущий момент не зайдет, не сезон, есть сезонный контент. И из-за этого может возникнуть ситуация, когда компания крупная выбрала несколько неудачных произведений, может сделать вывод обо всем контенте. Ну, то есть через квартал результатов нет, поэтому мы вообще не будем ничего покупать. Вот такая ситуация может возникнуть, поэтому компании должны более ответственно подходить, нанимать отдельных людей, искать специалистов, чтобы они уже подсказывали насчет того, стоит покупать этот контент или нет. А в тебе много осталось от корейцев? Да, много. Моим ощущениям, ты простой русский парень, вот серьезно. Это потому, что я общаюсь с русским человеком. Ну, вот если бы я был корейцем, то есть я включил корейцы, то я сейчас могу вот так сидеть. и когда я общаюсь с корейцем, я всегда немножко в такой позе, ну, более, более серьезно, чуть-чуть напряжение в спину и всегда так. И когда ем, например, вот в еде, я очень мало ем не корейскую еду. Я все готовлю, готовлю сам дома, всегда делаю корейскую еду. А что ты готовишь дома из корейского? Я знаю только кимчи, знаешь? Кимчи, да. Мне очень не хватает кимчи. Я его в последнее время делаю сам дома. Из кимчи можно сделать суп вкусный, да, на рыбном бульоне. Делаю супы разные. Вообще, корейская кухня, она интересная, потому что когда-то страна была бедная, нужно было хранить еду долго, поэтому научились ее ферментировать. Почти вся еда корейская, она ферментирована. Соответственно, это необычные запахи для русского человека, так может показаться. Кимчи, это тоже ферментированно. По сути, квашеная капуста. И вот я из этих ингредиентов, из ферментированных паст, делаю супы на разных бульонах и готовлю целый такой стол. А что из русской кухни тебе больше всего нравится? Щи. Я люблю щи. Опять капусту? Да, очень люблю капусту. Ну, все корейцы любят капусту, насколько я понимаю. Ну, не знаю насчет всех, но многие любят, да. в щах, она же вареная, поэтому это многим может не понравиться. Она все, корейцы любят похрустеть. Любят похрустеть, поэтому. Вот мне вот щи нравится, потому что мне напоминает дом в Новосибирске. Если сравнивать, например, обычную покупательскую корзину среднестатистического человека, вот что человек покупает в России, в магазине, на твой взгляд, и что покупает в Корее. Вот ты пришел после работы вечером, вот в России, на мой взгляд, что покупают? Ну, какие-то макароны, сосиски, хлеб, какое-то молоко обязательно без этого, без молочных продуктов, никуда. Вот что покупают в Корее? В Корее обязательно рис. Рис обязательно. Но его обычно в корзине не носят, он в таких больших мешках продается огромных. Поэтому его покупают один раз и надолго. Покупают, молочки немного покупают, много разных вкусняшек, всяких разных. Много покупают соусов для готовки, потому что корейская еда, она вся на соусах строится, как и любая еда, в принципе. мясо для жарки, для бульона и овощи, естественно. Ничего особенно такого различающего. Ну, только что соусы необычные. А, еще покупают отдельно закуски для еды, потому что корейская кухня, она всегда есть основное блюдо и много-много маленьких, много-много маленьких закусочек. Кто-то делает их сам, но те, у кого времени нет, обычно покупают это отдельно в магазине. Вот на это тоже выходит какая-то часть денег на еду. Что там с корейской морковкой? Ее нет в Корее. Корейцы вкусно. А корейцы вообще слышали о корейской морковке? Нет. Ты друзьям рассказывал, что в России есть корейская морковка? Да, они не понимают, что это... Почему это корейская морковка называется? Понятно, почему она корейская. Это этнические корейцы придумали это блюдо. Я так подразумеваю. Не южные. Я, честно говоря, тоже не знаю. До момента моего знакомства с настоящими корейцами, которые жили именно в Корее или живут. Я тоже думала, что это корейское блюдо. Нет, корейской морковки не бывает в Корее. Но ты здесь наверняка в России тоже пробовал корейскую кухню. Есть у нас какие-то новшества, ну, знаешь, вот типа корейской морковки. То, чего точно в Корее не увидишь, а мы считаем, что это Корей. Именно в корейских ресторанах? Ну, может быть, в целом, ну, с учетом популярности Кореи вообще в нашей стране, может быть, в магазинах есть что-то такое, что мы думаем, что это корейское, а на самом деле оно? Я даже не знаю. Ну, много можно... Можно спутать что-то японское с корейским, просто потому что не всегда человек понимает разницу в письменности из-за надписей, да? Можно так спутать, а так вот, чтобы прям спутать какие-то... Даже не знаю. Ну, вот корейская морковка, наверное... Я видел один раз, как продавали кимчи, но оно было совсем как квашеная капуста просто. В банке. То есть в банке, и она прям светлая такая, резаная. То есть это было не совсем прям кимчи. Это что-то необычное было. Интересно, конечно, как кимчи вошли в культуру Кореи. Насколько я понимаю, времена, когда страна была супер бедной, людям было нечего есть, и вот ничего не оставалось, как все каждый день есть капуста. Ну, не могу... Когда-то Корея была действительно бедной. Именно само кимчи произошло, потому что продукт ферментированный. Нужно было капусту долго хранить. Ну, а хранить ее можно с помощью засолки. Собственно, как и в России несквашенная капуста. Но мы ее в России не так часто едят. Не каждый день. Да, мы в Корее едим ее прям часто. На завтрак, обед и на ужин. Да, потому что оно как-то очень хорошо влилось в обеход. Хлеб ведь тоже это такая еда. А что корейцы вообще едят на завтрак? Рис. Суп. Суп? Суп и рис. Ну, а они едят обед. И я ем тоже, на самом деле, так же. Я и кореец, и русский. В общем-то. Я ем на завтрак рис, делаю себе с вечера суп корейский и яичный ролл вот заматываю. Мне очень нравится, потому что это плотный завтрак, много полезных веществ, но весь день. Ну, хватает до обеда, не чувствуешь себя голодом. Менгю, расскажи, у тебя ведь есть опыт переговоров как с российскими компаниями, так и с корейскими. Вообще вот ведение бизнес-встреч, бизнес-переговоров отличается в России от Кореи? На самом деле не сильно отличается. То есть отличается, конечно, культура, именно сама культура речи чуть-чуть другая, потому что язык другой. Но нет такого, что в России не ходят в рестораны, а в Корее ходят в рестораны. Кто-то заканчивает свои переговоры в переговорки и дальше никуда не идет, кто-то может пойти и что-то поесть вместе. Ну, тут сложно сказать, что когда я вживую общаюсь с корейцем, просто чаще всего в переговорке это происходит. Ну, я понимаю, что ты билингф, и в целом ты понимаешь и российский менталитет, и корейский менталитет, но, возможно, ты сталкивался с некими, не знаю, мнениями, может быть, это частные мнения, но тем не менее, что русским сложно вести переговоры с азиатами. Ну, сложно в том плане, что азиаты, ну, по крайней мере, китайцы точно очень сильно продавливают свои условия. Вот как действуют корейцы в этом плане? Продавливают свои условия не уверен, зависит от компании. Если это компания, у которой стратегия говорит о том, что мы идем только по своим условиям, ну, то есть, если это крупная компания, которая может себе это позволить, конечно, она себе это позволяет. Если эта компания напрямую взаимодействует, тоже другая ситуация может быть, потому что она не может не совсем понимать, что происходит в другой стране. Когда мы общаемся, ну, то есть, через нас общаются русские и корейские компании, мы всегда стараемся и русским объяснить ситуацию, и корейцам объяснить ситуацию, чтобы возникло больше понимания, и все пришли к результату, который их и не только в текущий момент обрадует. Потому что смотреть только на текущий момент, что мы сейчас получим много денег, это тоже неправильно. моя задача сделать так, чтобы те, кто работают с корейцами и с русскими, через какое-то долгое время, через 5 лет, 10 лет, могли почувствовать, что это было не зря. У нас в России бытует мнение, что корейцы абсолютные трудоголики, что они работают так много, что часто забывают о выходных, об отпуске. И еще бытует мнение, что если твой начальник, твой босс сказал тебе, так все, собираемся и встаем, идем пить в бар, то все должны вставать и идти в бар. Но не так давно я общалась с одной девушкой, которая живет в Корее, и она мне сказала, что этот тренд уходит, что пришло много западных компаний, и на самом деле вот этот вот адский трудоголизм начинает отходить на второй план. Это правда так? Ты заметил такой тренд? Да, это правда. Потому что сейчас люди больше борются за свои права и за свое свободное время, за свое счастье, в первую очередь. Очень много книг в Корее было издано насчет этой темы. Очень популярно сейчас читать нонфикшн по поводу своего как-то ментального здоровья. Поэтому люди стараются все вместе бороться за счастье и своих сотрудников, и себя. И эта культура, она постепенно, постепенно входит. Мин-Гюра, скажи, пожалуйста, у тебя, насколько мне известно, первая любовь случилась здесь, в России. Да, мое взросление происходило в Новосибирске, поэтому первая любовь тоже случилась с соседкой по парте. Так. Ну, просто вместе сидели и как-то очень друг другу понравились. Мы долго были вместе, лет шесть, наверное. Ну, потом я уехал в Москву, собственно, и как-то потихоньку. А расскажи вообще отношения в России и отношения в Корее, они отличаются? Не сложно сказать, потому что я никогда не был с кореянкой. Ну, у тебя там есть друзья? Да, у меня есть друзья, но, по-моему, особо ничем не отличаются. Ну, только тем, что они более, наверное, чаще друг другу пишут в социальных сетях. Постоянно проверяются немножечко. Я понимаю, что у тебя не было отношений с кореянкой, но, тем не менее, вот какие-то, скажем так, некие ритуалы, ухаживания в России и в Корее отличаются? Да. Ну, там просто есть пару моментов. например, 11-11 есть число, то есть 11-11, что это, ноября получается, да? 11-11 ноября все дарят друг другу печеньки, а в России они поки называются, такие палочки. Ну, потому что 11-11 и считается хорошим знаком получить от девушки эти поки. Это значит, такая симпатия есть некоторые. А почему именно 11-11? Ну, это, изначально это был маркетинговый план такой у компании, сделать на 11-11 день этих печенюшек, чтобы все мы, это про любовь, и мы дарим друг другу эти печенья, поэтому так и сложилось до сих пор. На день Валентина тоже, то же самое. Только на день Валентина парням дарят. А девушкам? А девушкам потом. Кажется, это называется white day, как-то так. Через две недели это вроде бы. То есть, если парни, они принимают эту симпатию, они обратно дарят шоколадку какую-то или что-то такое. Вот. То есть, там есть какие-то есть какие-то мероприятия, которые позволяют выразить свои чувства отдельно. В России я не помню, что такие были. Чтобы был бы какой-то конкретный день, чтобы я пришел и ты мне нравишься. Вот. Сказал. День семьи, любви и верности. Я все так на всякий рассказываю. 8 июля. 8 июля. Да. Недавно у нас появилась эта дата. Свое 14 февраля, так сказать. Поэтому, если вдруг ты решишь признаться в любви, то вот 8 июля в день семьи, любви и верности это как раз-таки можно будет сделать. Лукождать еще. А если бы, например, корейский парень, ну, например, решил бы начать встречаться с русской девушкой, и он бы позвонил тебе, сказал, ну, друг твой, говорит, Мин Гюн, девушка так понравилась одна, красивая, но она русская, не могу ее понять. Вот какие бы ты три совета дал ему, чтобы он мог понять русскую девушку, что ему нужно делать? Три совета? Ну, я бы сказал, разговаривай обязательно, больше. То есть, нужно каким-то образом спросить, как-то понимать, что чувствует человек, больше разговаривать. Я бы сказал, уделяй больше внимания, дарить цветы обязательно, побольше, почаще, узнай обязательно перед этим, какие цветы нравятся. И вот третий, сейчас надо подумать, это сложно. Заведи еще одну русскую подругу, еще русскую подругу, чтобы она, если что, объяснила, расшифровала, что она говорит. Я ему, наверное, так сказал. Потому что непонятно, что говорят русские девушки, да? Ну, может, в какой-то момент что-то будет быть непонятно. У меня тоже есть подруга, я иногда спрашиваю, что же это значит? А если твой русский друг, представим ситуацию, облюбился в кореянку и говорит тебе, Мин Гю, что делать? Чаще пишу в соцсетях. Я бы, наверное, сказал, не постарайся пореже встречаться со своими подругами и девушками, потому что кореянки ревнивые достаточно, девушки. и... Ну, просто проявляет заботу. Это же то, ведь девушка в России, девушка в Корее, все любят заботу. Насколько я понимаю, в Корее еще очень любят, когда девушка много ест. Это считается классно, и все такое. При этом такие маленькие могут съесть вот огромные тарелки. И, если я правильно понимаю, то на корейском языке привет, как дела? дословно переводится как «Привет, ты поел?» Вот эта вот забота о девушке с точки зрения того, или там о парне, с точки зрения того, что поел или не поел человек. Нет, «Привет, как дела» переводится как «Привет, как дела». А если подробно, то «Здоров ли ты?» Ну, «Привет» это «Здоров ли ты?» Поэтому, ну, есть приветствие, когда спрашивают «А поел ли ты?» Это более вежливое приветствие для людей, которые в иерархии выше стоят. Допустим, даже не начальник, а какой-то тот, кто входит в совет директоров, допустим. И я с ним как-то близок немножко, поэтому я могу у него спросить, а поели ли вы, успели ли вы поесть сегодня? То есть, это забота о том, было ли время у человека на то, чтобы поесть. Ну, так, чтобы у девушки спрашивали. Нет, так не делай. А, я вспомнил, у меня было, когда я переехал, когда я впервые начал общаться с девушкой в Новосибирске, я постоянно спрашивал у нее, а ты поела сегодня? Ну, потому что в Корее это вот забота такая, ты как бы успела поесть, а в России это считается немножко как-то за гранью личного пространства. Какая тебе разница, что я ела сегодня? Как вот родители просто так делают обычно? вот, да, да. Может быть, девушка съела сегодня там что-то, много чего там, о чем она бы не хотела говорить, не знаю. А луки которые я задаю всем своим гостям. Три главных качества русской души. Светлая тоска? Я думаю, любовь и жертва ради ближнего. Я думаю, это вот очень хорошо отнесется в русский язык. А что такое светлая тоска? Что значит светлая тоска? Светлая тоска это вот в Москве, когда полгода солнца нет и все немножко такие тоскуют, но при этом что-то в этом есть родное. Три вещи в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. Голубцы, бюрократия и московские зимы. А что и так с голубцами? Они же с капустой. Вот она слишком мягкая. Не знаю, не понимаю голубцы. Мне еще не нравится, что часто в голубцы в фарш рис добавляют. Это ну ну блин. Мне просто вкусно, я поэтому удивляюсь. Я обожаю голубцы. Что русскому нужно для счастья? Я думаю, дача, семья и сложно. Третий вопрос не получается. Надо подумать. море обязательно. Периодически. Есть для русского что-то в Турции, море или Сочи. Обязательно дошло. Мингю, спасибо тебе большое за это интервью. Тебе спасибо. Такой откровенный, душевный разговор. И несмотря на то, что мы сравнивали сегодня две страны, я думаю, все-таки главное помнить, что хорошо там, где мы есть. Да. Это мы и они на выставке, и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Ну и, конечно, подписывайтесь на нашу группу в ВК и Телеграм-канал. Ведь все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. Субтитры сделал DimaTorzok